Привет, меня зовут Даша. Вообще сегодня хотела тебе показать свое место красоты. Но силу своей травмированности... Угу, угу, угу. Увы, я не смогу этого сделать, потому что мне там нужны обе мои руки, чтобы двигать ящички, открывать ктулочки и проще женские вещи. Поэтому я решила сказать о каналах, на которые я подписана. Заявляю сразу. Последовательность, которой я их называю, не влияет на мою степень любви к ним, к каналам. Я их всех очень сильно люблю, они мне все очень нравятся, иначе бы я просто не была бы на них подписана. Порой некоторые из них приносят разочарование, но, к счастью, это бывает очень редко. Вот, и я еще хочу сказать, если кто-то из этих видеоблогеров сейчас на меня смотрит... Я тебя обожаю! Привет! Привет! Вот. Ну, я надеюсь, я не произвела впечатление восторженной дурочки, а хоть бы и так. Я также извиняюсь, если произношу чей-то ник неправильно. Вот, с языками у меня туговато. И периодически буду поглядать вон туда, потому что там у меня шпаркака, только никому не говорите, это секрет. Вот. Ну, пожалуй, это все, что я вам хотела сказать в своем предисловии. Итак, начнем. Конечно же, я начну здесь и с «Хорошо». Это видеоблог, который обсуждает, юморит над вирусными видео, которые очень популярны в сети. Реальные случаи жизни, ну, или почти, да, так. Я на них наткнулась как-то совершенно случайно, ползая по одному сайту, который показывает, согласно твоим интересам, странички, которые могут в день тебе интересны. Если кому-то нужен адрес этого замечательного сайта, то я его оставлю в инфобаре. Вот, кстати, забыла сказать, когда я буду говорить о каком-то видеоблоге, то я буду показывать ссылочку на экране и внизу в инфобаре. Так, обзиси хорошо. Я влюбилась в него сразу и окончательно. Скорее, даже, может быть, не в зиси хорошо, как в таковых, хотя у них тоже, конечно, как без этого. Скорее, Стаса Давыдова ведущего, потому что с такой харизмой, с таким обаянием он это ведёт, что даже самые неудачные выпуски мне нравятся. Вот, пойдём дальше. Собственно, здесь хорошо меня затянуло в рутину Ютуба. Раньше я на Ютубе почти не бывала. Ну, так, раз, две недельки зайду, так, посмотрю, может, что есть интересного, и дальше пошла. Вот, дальше я уже начала как-то шарить по Ютубу, разыскивать какие-то клады и сокровища. Кстати, о кладах и сокровищах пора уже дать, что у меня опять начинается. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Дальше я хочу назвать Катерина Зеро-Зеро. Очень обаятельная, очаровательная девушка, хотя я видела очень много её противников. Очень весёлая, у неё шикарные волосы, шикарная кожа, она шикарно обо всём рассказывает. Особенно мне нравится видео, где она говорит о том, как она за собой ухаживает, об уходе за собой. Меня вот это так вдохновило. Обычно я жуткая лентяйка, и если у меня гигиенические и косметические утренние процедуры обязательны, то на вечерний я очень-очень-очень часто забивала просто-напросто. Но она меня вдохновила более тщательно за собой ухаживать, открыла несколько для меня секретов. Кое-что для меня было очень в новинку и очень удивительно. Она очень позитивная девушка. В последнее время правда кажется, нам немножечко расстроена. В силу некоторых причин не буду углубляться. Она об этом говорила в своих видео. Кому интересно, заходите на её канал, смотрите. Собственно, это первый бьюти-гуру, который я начала смотреть. И она меня так впечатлила, что меня заинтересовало, что же у неё есть, что же смотрит она. И я нашла потрясающую девушку. Её зовут Юник, никнейм Ирэн Вланди 18. Именно она подсадила меня на эфирные масла. На то, чтобы делать своими руками какую-то уходовую косметику на базе этих эфирных масел. Ведёт меня, направляет в этом с помощью своих видео. Очень позитивное, очень хорошее. Единственное, хочу заметить, раньше и стиль её видео мне как-то больше всё-таки импонировал. Потому что она говорила искренне и от души. И это безумно нравилось. А сейчас она более снимает профессионально. И это очень хорошо. Но когда человек снимает профессионально, какая-то доля... Я слово забыла. Какая-то доля искренности, она автоматически пропадает. Я очень извиняюсь за свою канарейку лучика, это он истошно пищит на заднем плане. Чуть ли её надо, я этим отравнила. Вот. Очень хорошая, очень позитивная девушка. Очень красивая, очень яркая, эмоционально, душевно и внешне очень. Очень-очень... Я не знаю, у меня слова закончились, поэтому пойдём дальше. Кейт Клэп. Это всё моё на настоящий период. Она меня вдохновляет и ведёт, и подталкивает к креативу и к какой-то творческой деятельности больше всех. Сначала, когда я посмотрела её видео, я даже помню, о чём это было видео. Она получила на почте коллекцию лаков, ну как коллекцию, лаки, которые я заказывала. Очень этому радовалась, очень вся эмоциями брызгала прямо на зрителя, на своего. И мне это безумно понравилось, но мне показалось это слишком... Слишком... Какое же слово подобрать? Репатажно. Вот. И я подумала-подумала, не стала подписываться на её видео, даже смотреть другие какие-то видео. Зря. Я просто потеряла время, утратила... Я, конечно, навестала всё это потом. Несколько дней у меня из головы не шёл тот выпуск. Я, в конце концов, опять нашла её на ютубе, стала смотреть, и я попала. Это просто... Я не знаю. Но это понравится не всем, потому что... Потому что человек до такой степени... Вот этот видеоблогер до такой степени... Я не знаю, как подобрать слова. До такой степени вот... Что эта муж понравится не всем. Но я от неё в восторге. На данный момент она мой самый мощный вдохновитель и катализатор. Вот. Аннеллина. Это... Что я хочу сказать? Это первый человек на ютубе, на которого я подписалась, просто посмотрев половину её видео. Она до такой степени меня, ну, не впечатлила. Просто... Она мне так стала симпатичной с первых минут просмотра. Обычно я не подписываюсь на канал, не посмотрев хотя бы несколько видео. Но здесь я даже раздумывать не стала. Она рассказывает о косметике, который у неё есть. В частности, это... Ну, вот я видела у неё... Сам первый выпуск, когда был... Она, по-моему, рассказывала о посылке и фраше, которая ей пришла. У неё есть видео о помадах и блесках для лук, которые у неё есть. И ещё какое-то есть видео, забыла уже какое. Ну, она так же, как и я, начинающий видеоблогер. Я очень надеюсь, она это не бросит, она это не оставит. Советую посмотреть. Очень приятная девочка. Очень симпатичная. Не гасни! Не гасни! Очень симпатичная девочка. Её приятно слушать, на неё приятно смотреть. Она очень славная и милая. Вот. И посмотрю, что будет дальше, когда у неё закончится вся косметика, на которую можно делать обзор. В общем, советую, советую, советую. И вот, кстати, я хочу заметить, моё мнение, я его никому не навязываю. То, что очень нравится мне, может, не нравится кому-то ещё, но... Хотя попробуйте посмотреть. Дальше я хочу сказать про Бебексу или Бебексу. Вообще, это японский канал. И меня не затрудняет. То есть, там вот этот язык другой, японский, он для меня не барьер. Потому что в своё время я смотрела очень много аниме и фильмов на японском языке, но с русскими супитрами. Я его понимаю. Они очень хорошо, но не хватает. На самом деле, знаете, даже люди, которые вообще, даже вот, даже близко, даже слово сайонара не знают на японском, они всё равно поймут, потому что девочка очень наглядно показывает прически. Она это делает в основном на своей родной сестре, как я поняла. И она очень наглядно показывает макияжики. Всё очень красиво, всё очень эффектно. У неё такие волосы. Просто зайдите на канал, просто чтобы посмотреть на её волосы. Она также делает обзор по... Забыла, как называется, тогда, когда девочка показывает, что она одевает. Красивое такое, да? Вот. Ну вот... Ой, я очень часто говорю слово «вот», да? Ну ладно, пойдём дальше. Елена 864. Ну её очень многие знают, очень многие. Потрясающая девочка. Вот. Опять это вот. Не скидайте сильными меня тапками. Потрясающая... Я же говорила, да, что потрясающая? Мне нравится, что она без лишних болтовни рассказывает о косметике. А то я, например, бла-бла-бла-бла-бла, столько лишних слов. По существу она очень обаятельная, очень красивая сама по себе. Очень такая позитивная. Просто вот потрясающе. Вот смотришь на неё и чувствуешь просто себя красивее. Даже если ты сидишь, у тебя на голове непонятно что, ты только что проснулась, и... Судя по прическе, ты проснулась, не сеновариваясь, плата всю ночь, яхер головой. Ну как-то так. Всё равно вот, просто смотря на неё, ты уже становишься красивее. Красивее себя ощущаешь. Ну это мои личные ощущения, может кто-то со мной не согласится. Но судя по количеству просмотров её видео, судя по количеству её подписчиков, судя по тому, как много о ней отзывов я слышала, вряд ли она может кому-то не понравиться. Да, я не сказала, что она делает. Если тут... она неизвестна тебе, она говорит, разумеется, о красоте, показывает макияжи, показывает какую-то косметику, позревает. То есть, очень полезна она для нашей с вами красоты. Дальше я назову Эстониаду. Очень приятное, конечно, для меня открытие. Искала я уже конкретно бьюти-блогеров. и что я хотела сказать. Тоже по макияжам, иногда по прическам. Позитивная, красивая. Я очень... Вообще, о многих каналах, которые я смотрю регулярно, могу сказать позитивная и красивая. И приятно смотреть. Как бы у других людей я бы просто не стала глядеть. Красота ТВ. Что уже по названию понятно? Это бьюти-канал. Там очень красивая девушка, показывает макияжики, показывает интересные образы, как сделать себе. Но видео выкладывается вроде как не так часто, как хотелось бы. Вот. Ну, да, тоже советую. А вот это Легенда Депродюшенс. Тоже японский канал. И тоже вы знаете... Ну, вряд ли вам понадобится здесь знать японский язык. Девушка очень юморная, очень смешная, очень забавная. тут где-то есть среди видео ее канал, где она притворяется, играет девушку, который бросил парень. Очень смешно, я очень советую посмотреть. Невообразимо. Мико Гелл 07. Бьюти канал. Позитивность, симпатичная, красивая. Все мои мои обычные слова о бьюти каналах, которые я использую, не все соответствуют этому каналу. Ну, М.Н. Задорнов. Без комментариев. Все знают, кто такой Задорнов. У меня чувства юмора нет, но с помощью Задорнова и видеоблога здесь хорошо, но у меня начинает постепенно появляться. Рома Аккорн. Не удивляйтесь, блог ведет 15-летний школьник. Кажется, ему 15 лет, если я не ошибаюсь. Он смешной, очень смешной, очень креативный. У него есть очень масса хороших идей, отличных. Приятно его слушать. По уму ему не 15, а где-то 20 близко к этому. То, что такая корова вас смотрит на 15-летнего мальчика, здесь нет никакой педофилии, не дай бог, никаких странностей. Ну, это нормально смотреть видео, которое тебе повышает настроение, делает тебя веселее и спасает от депрессии. сейчас к тому же такой период с зимы на весну переходим, многие подвигаются депрессии, вот он спасению. Смотрите, и пребудет с вами высшая сила. Так, я хочу назвать Сасаки Аши, это японский бьюти канал. Девочка очень, девочка, девушка очень креативна, очень хорошо, очень выразительно лицом рассказывает, как пользоваться косметикой, рассказывает о каких-то, о какой-то косметике, делает обзорные видео косметики. Они, вы знаете, бесполезно говорить, это нужно правда видеть, это нужно смотреть, как бы не пугайтесь японского языка, он вам не нужен, ну, знать его, потому что, ну, потому что, Симон Кэт, это тоже все ясно, кто не знает, ой, Симон, Саймон, кто не знает вот эти вот рисунки про кота Саймона, смотрите, черно-белые, ну, все же знают, что вы так недоуменно меня смотрите. Так, Вольта, это тоже бьюти канал, девушка очень приятная, очень, ну, я опять повторяюсь, про все бьюти каналы я могу сказать, что все, какие каналы я называю, они все очень приятные, все очень позитивные, все очень симпатичные, только похвальные какие-то слова могу сказать. что все что ли? Я же на кого-то буквально на днях подписалась, сейчас, если вы подождете, то я найду. Это канадская девочка, где ты, я иду за тобою, мечтую, как тебя зовут? Классис интернал, классис интернал. В общем, девушка живет в Канаде, это тоже школьница, но она, по-моему, старший класс заканчивает. Переехала она в Канаду, когда я была пять лет, ее перевезли родителей, выбора не было. У нее очень забавный акцент, она говорит на русском, иногда делает очень милые ошибки, я вот ее начала часто смотреть только из-за ее приношения и каких-то очень таких милых ошибках, и из-за ее попугая Паши. Вот, обязательно посмотрите, я считаю, это будущий просто дизайнер. Мне нравится очень ее комната, и я, может быть, ошибаюсь, не очень-то я, конечно, специалист по стилю, хотя, допустим, у меня в квартире все обои выбирают только я, и все хвалят, но я считаю, я здесь не мастер. Мне ее комната нравится, кому-то может нет, хотя я не представляю себе, кому-то не понравится, кому-то... Ой, у меня 6 минут осталось, все закрываясь, честно, потому что это, собственно, был последний канал, который я хотела тебе назвать, вот, обязательно загляни на них, посмотри, может, какие-то тебе не понравятся, но я вот от тех каналов, которых я назвала, выше, я просто в восторге, если кого-то обидели мои слова, прошу на меня не обижаться, я не хотела никого обидеть, вот, ну и, наверное, до скорых встреч, увидимся мы где-то через неделю, когда у меня заживет эта рука, или быстрее, если мне придет какая-нибудь посылка, а я жду гламбокс, глэмбокс, как правильно, по-моему, глэмбокс, я жду глэмбокс, и думаю, где-то в середине марта подойдет и фраше, вот, очередная посылочка, так что скоро увидимся, чао!